В районной администрации состоялась 44-я сессия Совета муниципального образования Северский район. Обсуждение повестки проходило с участием главы района Андрея Дорошевского, районного прокурора Евгения Ширяева. Всего депутаты рассмотрели 10 вопросов. Первый из них – о принятии муниципальным образованием части полномочий Азовского поселения в части строительства магистрального водопровода. В рамках строительства магистрального водопровода Азовского сельского поселения из Азовска в Кинску второй год будет продолжаться строительство. Поэтому от поселения мы получили от Совета поселения разрешить передачу полномочий. Администрация района возьмет на себя часть полномочий и в связи с необходимостью реконструкции Крюковского водозабора в Черноморском поселении. Реконструкции капитального ремонта сетей и мощностей Крюковского водозабора. Здесь тоже мы просим принять полномочия на уровень района, потому что силами Черноморского поселения, к сожалению, эту работу не осилить. О внесении изменений в решение Совета о местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов доложила заместитель главы района Ксения Лиудская. Геннадцевое управление предлагает ввести изменения в бюджет текущего 2023 года с учетом корректировок по фактическому исполнению краевых субсидий, субвенций и иных безбюджетных просветок. Никаких дополнительных бюджетных расходований средств, только приведение бюджета в нормативное состояние согласно нормативным документам Краснодарского края. Утвердили перечень свободных земельных участков для многодетных семей. Для этих целей сформировали 33 участка в Новодмитриевском и Калужском поселениях. В заключение сессии председатель Совета Владимир Захарченко поздравил депутатов с наступающими праздниками. Здоровья вашим семьям, благополучия всем нам в мире и не только нашим близким и друзьям, всему нашему отечеству.